МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу Время говорить. Обзор самых заметных событий рязанской жизни. Главная тема сегодняшнего выпуска в кратком изложении выглядит так. Остался верен профессии. Михайловский житель, попадавший под следствие за наркоторговлю, вновь взялся за старое. Он не уедет. Личный тренер Лыжника Ильи Черноусова, выступавшего от Рязани на Сочинской Олимпиаде, прокомментировал слухи о переезде бронзового призера игр на жительство за рубеж. Сердечный человек. Сегодня мы поздравляем руководителя отделения областного кардиодиспансера Галину Лазареву с присвоением ей звания заслуженный врач России. А теперь обо всем подробнее. Стало известно о новых данных расследования громких коррупционных преступлений в налоговой службе региона. Напомню, в этом январе при получении в служебном кабинете более чем миллионной взятки был задержан заместитель начальника областного управления ФНС Алексей Новиков. Позже были установлены новые эпизоды получения взяток. В отношении Новикова заведено еще одно уголовное дело. И вот что сообщили сегодня в пресс-центре регионального следственного управления. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России при Рязанской области установлены новые эпизоды получения взяток. Следствием установлено, что в августе прошлого года должностные лица из числа руководства областного управления и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России при Рязанской области через своего знакомого требовали от руководителя одного из рязанских перерабатывающих предприятий передавать денежные средства за то, что будут рассматривать документы и принимать решения, на основании которых из бюджета осуществляется возмещение налога на добавленную стоимость, быстро и беспрепятственно. Согласно договоренности, в сентябре-октябре 2013 года руководителям организации через посредника для сотрудников налоговых органов несколько раз передавались деньги в общей сумме 1 млн 226 тысяч рублей. Рязанские наркополицейские тоже поделились сегодня информацией о задержании торговцев зельем, а также кадрами оперативной съемки. Рязанские наркополицейские задержали в Михайлове семейную пару, которая устроила прямо на дому точку по продаже героина. По словам сотрудников УФСКН, наркотик они брали в Москве, а уже потом в розницу распродавали его в Михайлове. Примечательно, что организатор наркоточки к моменту задержания уже находился под следствием в связи с продажей героина. В конце прошлого года его освободили из следственного изолятора под подписку о невыезде. Но на свободе мужчина тут же вернулся к прежней деятельности. Сбытчики были задержаны. Всего в ходе обыска в квартире, из которой велась торговля, а также в гараже, было изъято более 20 граммов героина. Возбуждено уголовное дело по фактам сбыта и приготовления к сбыту наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Максимальная планка наказания по данной статье до 20 лет лишения свободы. Кстати, когда наркоделяк задерживали, к их дому подтянулись страждущие за очередной дозой. Присутствие полицейских бедолаг не смутило. Более того, одному из наркопотребителей стало плохо прямо около дома торговцев. Пришлось полицейским вызывать для него даже скорую. Не успел наш лыжник Илья Черноусов получить госнаграду за свою олимпийскую бронзу и вообще за успешные выступления на сочинских играх, как вокруг него закружилась поземка слухов. Дескать, теперь-то Черноусов точно уедет на ПМЖ в Швейцарию. Есть у него там вроде бы зазноба сердечная, Селина, Гаспарин, биатлонистка. Вот теперь и воссоединятся сердца, ну и так далее. От себя, скажем, делает сугубо личное, да и правильное, чувствую вещь серьезная. А вот что касается слухов о выезде Черноусова навсегда, то они пока не нашли официального подтверждения. Сегодня мы связались по телефону с личным тренером Ильей Сергеем Пироговым. Вот что сказал наставник олимпийца. От него нет пока никаких. Во-первых, у нас в следующий год чемпионат мира, у нас проводит чемпионат мира. А если он поменяет гражданство, он не сможет выступать на чемпионате мира. Потому что если человек меняет гражданство, он обязан в той стране прожить два года. И потом за ту страну. Понимаете? Да, конечно. Олимпийские страсти понемногу уходят в историю. А вот паралимпиада, что называется, на старте. Как известно, в маршруте эстафеты паралимпийского огня есть и наша территория. 2 марта спортивный факел будет в Сасовском районе. Уже определен состав команды атлетов, которые его понесут по улицам города. Напомним, эстафета стартует завтра, а завершится 7 марта на центральном стадионе Сочи, где и будут открыты 11-е зимние паралимпийские игры. Сегодня в Рязани прошла пресс-конференция, связанная с региональным этапом эстафеты. Два десятка факелоносцев побегут по улицам Сасова на этапе эстафеты паралимпийского огня. Причем этими счастливчиками будут не только спортсмены и тренеры, но и рядовые жители районного центра. Об этом на нынешней пресс-конференции сообщили организаторы «Этапа». Сасова удостоилась, безусловно, высокой чести принимать паралимпийский огонь, но по нескольким причинам. Во-первых, в городе создаются условия для безбарьерной среды, для маломобильных групп населения. В городе уникальный спортивный комплекс построен, планета спорта, где также люди с ограниченными возможностями могут заниматься. И условия созданы все для того, чтобы они могли, в общем-то, заниматься спортом полноценно. У города Сасова очень хорошие спортивные результаты именно в паралимпийском движении. Право зажечь чашу паралимпийского огня в Сасово выпало Марии Богачевой. Совсем недавно она стала рекордсменкой мира в толкании ядра среди спортсменов с ограниченными возможностями. Мне выпала такая честь. Конечно же, я очень рада, что я буду выжигать вот эту паралимпийскую чашу, паралимпийский огонь. Раньше, когда я смотрела открытие олимпийских соревнований, всегда обращала внимание, что самым достойным спортсменам доверяют зажигать олимпийский огонь. И была у меня такая душевная мечта, но она оказалась неисполнимой. Но теперь моя мечта исполнилась благодаря Евгении Ивановне. Кстати, сам огонь, как обещают организаторы, будет зажжен в Сасово уникальным способом. От горелки воздушного шара в честь легендарного воздухоплавателя Крикутнова. Добавим, что чаша паралимпийского огня будет установлена неподалеку от местного спортивного комплекса «Планета спорта». И вновь о городских темах. Прославившееся своей крайней нелепостью здание на улице имени вождя мирового пролетариата вновь привлекло к себе внимание общественности Рязани. Речь идет о той самой постройке непонятной архитектуры и невнятного цвета, которая давно раздражает всех, от простых граждан до судебных приставов. С ее возведением связана некая темная история, закончившаяся беспощадным решением суда – снести. Теперь судебные приставы пытаются решить вопрос о законном сносе постройки, но дело движется не особо бойко. В итоге, как видим, несчастного уродца от домороченных зодчих решили стыдливо спрятать за веселеньким баннером. Теперь это наполовину мрачная непонятность, а наполовину симпатичная усадебка из мультика о старинной жизни. Ну, все лучше, чем было. Однако хотелось бы узнать, а когда постройку все-таки снесут, как того потребовал суд. В ближайшее время мы намереваемся прояснить ситуацию с этим зданием и его дальнейшую судьбу. Ну, теперь о людях хороших и о том, что за добро у нас все же воздается. В середине этого месяца был подписан указ президента России о награждении государственными наградами Российской Федерации. Так вот, два рязанских медика волею верховного руководства страны получили почетные звания заслуженный врач Российской Федерации. Это врач отделения 11-й городской клинической больницы Владимир Лобанов и Галина Лазарева, возглавляющая отделение областного кардиодиспансера. Из главной сердечной больницы области передает Оксана Тебенихина. Наши жизни зачастую находятся в руках врачей. О качестве их работы говорят самые различные данные и обстоятельства. Но звание заслуженного врача Российской Федерации говорит само за себя. Галина Николаевна Лазарева, заведующая консультативным отделением Рязанского областного кардиологического диспансера, настоящий профессионал и вдобавок красивая и обаятельная женщина. А недавно президент подписал указ о присвоении ей звания заслуженного врача России. Я очень горда и благодарна президенту за оказанную честь. Он подписал приказ о присвоении звания заслуженного врача Российской Федерации. Благодарна нашему губернатору Олегу Ивановичу Ковалеву, который поздравил мне телеграммы, нашу главврачу, нашей администрации, кардиодиспансера и Министерство здравоохранения за оказанную честь. И думаю, что своей работой в течение жизни и, дай Бог, еще предстоящей работой я оправдаю такое высокое доверие. За ее плечами спасение не одной тысячи человеческих жизней. А ведь помимо работы еще семья, дети. И все нужно успеть. Но как бы то ни было, для настоящего врача и его пациенты вторая семья. И люди это чувствуют. Я, конечно, очень благодарен врачам. Очень. Все равно спасли жизнь. Говорят, жить и жить еще. Хотя, как говорит сама Галина Николаевна, во многих случаях сердце нужно лечить не лекарствами, а ласковым словом и вниманием. Просто нас зачастую некому выслушать. Оттого и болит сердечко. Эту теорию подтверждают и коллеги Лазаревой. Выслушать внимательно. Выслушают. И совет вам дадут. А у нас потом лекарства. Красивая, обаятельная, сильная женщина. Заслуженный врач Российской Федерации. Раньше про таких, как Галина Николаевна Лазарева, снимали фильмы. Возможно, когда-нибудь творческие, большого таланта люди вновь станут экранным примером, сменив, наконец-то, предельно надоевший кинокриминал и ненастоящее страдание героинь сериалов. К другим темам. Сегодня в Рязанском Доме Печати прошла презентация так называемого Вечного Календаря. Этот проект посвящен памяти правоохранителей региона, погибших при исполнении служебных обязанностей. С подробностями Олеся Харлина. Они служили Родине, причем так самоотверженно, что получили свои награды уже посмертно. Страница календаря, книга и карта памяти. Это уникальный проект, которого еще не было в России. Здесь нет дней недели, только цифры и 95 фотографий погибших за 40 лет сотрудников ОВД. А красно-черную раскладку, привычную для глаз, применили наоборот. В обычном календаре черным отмечены будни, в памятном – даты смерти. Мы выражаем огромнейшую благодарность Дмитрию Матвеевичу Плоткину, Нурислану Ибрагимову и всем руководителям издательства и типографии. Для матерей и вдов погибших эта презентация оказалась настоящим сюрпризом. До последней минуты они толком не знали, чему будет посвящена их встреча. Разглядев на глянцевых страницах лица близких, они с трудом сдерживали слезы. Переполняют чувство благодарности. Во-первых, чувство благодарности. Я сейчас начну плакать. Котова и Галина Федоровна. Это наш зачинщик, наш молитвенник о наших ребятах и о нас молитвенник бесконечный. У Нины Сергеевны Селивановой сын служил в Собре, погиб в 2000 году в Чечне вместе с двумя сослуживцами Алексеем Рябовым и Александром Ионовым. Мама героя Людмила Лукьянова сразу вспоминает стихи. Кстати, по просьбе матерей трогательные строки напечатали и на страницах календаря. Погиб в 1999 году. Звание старший сержант, орденом мужества награжден, к сожалению, посмертно. А так, папа кадровый военный, подполковник погранвойск. Пять лет был в Афганистане. Те мамы, которые провожают своих сыновей, я всех их призывала выцепляться, приходить к Богу и молиться, потому что молитву матери достанет со дна моря. Вечный календарь заслуга многих неравнодушных людей. Сотрудник областной типографии Татьяна Абакумова часами рихтовала каждое фото. Пришлось прибегать к помощи многочисленных соратников и фотографов копаться в архивах. Их сыновья живы, пока о них помнят. Уверена каждая мама. Завтра в Рязани открывается 22-й международный фестиваль юных вокалистов «Солнечный зайчик». Об этом сообщили на брифинге организатора проекта. Фестиваль этот дел хороший, проверенный временем. Маленькие исполнители охотно приезжают в Рязани из многих регионов. В этот раз обещали быть целых три сотни юных талантов. В гости к нам собираются также участники известных телеконкурсов, таких как «Голос. Дети», «Школа музыки» и «Детское Евровидение», режиссер и продюсер которого, Сергей Широков, кстати, войдет в юри «Солнечного зайчика». Что касается призов и подарков, то есть среди них весьма представительные, например, поездка в Болгарию на международный фестиваль, а также испанский вояж на вокальный конкурс. Ну, о работе с детьми мы еще сегодня поговорим. Сразу после этой программы мы встретимся вновь уже в студии проекта «Подробности». Сегодня у нас в гостях Наталья Епихина, президент благотворительного фонда «Наши дети». Недавно Наталья Леонидовна стала представителем нашей области в Общественной палате Российской Федерации. Ну, поздравить ее с этим назначением мы еще успеем, и это будет совсем скоро. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин